не нужно назначает ненависть блога кто говорит вы злитесь да пятерка не нужно давайте мы не будем сейчас с вами общаться на эту тему я с вами попозже поговорю хорошо просто движение не вы понимаете вы сейчас говорите опять об объеме работ простить означает принять свою судьбу понимаете когда человек работает со своей судьбой личность конкретная личность перестает становиться значимой понимаете сначала вы молитесь вы чувствуете что вы побеждаете судьбу вы начинаете потом понимать что вы сами виноваты в том что произошло когда-то в прошлом вы совершили неправильный поступок и сейчас за него отвечать видите вы уже отрываетесь от своего от этого человека конкретно в своем понимании вещей потом дальше вы глубже начинаете понимать эту тему а потом когда вы уже приняли свою судьбу и и проработали на сердце легкость радость тогда вы понимаете что есть две темы одна тема это ваша судьба которую вы уже приняли из которой вы работаете а вторая тема это то что человек стал инструментом в руках вашей судьбы ну стал и стал вот допустим я дал вам неисправный микрофон вы в него говорите и у вас не получается нормально горит я говорю на говорите нормально у вас не получается я же знаю что я сам виноват зачем я вам давал неисправный микрофон точно так же когда вы чувствуете что вы сами виноваты в том что произошло вы не будете слишком сильно винить человек есть еще один момент который вы должны знать я буквально вот я до этого был в тюмени а до этого в перми читал лекции и перми читал семья по семинар по семейным отношениям и там девушка она плохо думала о мужчине который ушел от нее и она уже дошла до той стадии которую я сейчас расскажу а стадия вот такая она настолько додумалась плохо об человеке что уже сама начала делать то же самое и она мне об этом не говорила это я и об этом сказал я говорю вы знаете я смотрю ваше сердце и вы уже настолько как бы вот перешагнули это грань эту грань что вы плохо думаете о человеке другого не понимаете что вы сами виноваты в том что происходит с вашей жизни что вы уже начали сами встречаться с другим человеком точно так же как он вас бросал теперь вы его бросаете когда хотя бог еще не решил что вы должны быть развлечены он остается в вашем сердце вы ждете его в своем сердце несмотря на что в наглую начинаете встречаться с другим она передали иначе это правда так а почему так происходит а потому что за что боролся на то и напоролся если ты считаешь что ты такая святая а он такой тогда извини меня бог тебе тоже покажет какая ты святая бог он воспитывает всех без исключения я даже сейчас вижу что если вы дальше так будете думать вы по у вас получится то же самое прям в этом браке и вы ничего с собой не сможете сделать понимаете как это получается я сейчас вам объясню хочу я буду жить с таким кобелиной не хочу жить с кобелиной хочу с хорошим верным мужиком пожалуйста бог вот представь вот пожалуйста вот или верный человек не этот дурак а вот хороший пара пожалуйста все вот с этим я и хочу да все а чем этот подступок отличается вот от этого на ничем так оно и бывает мое хорошее не гордитесь собой что положено то и хлебаем итак есть ум разум чувства чувства хотят счастья приходит время и бог забирает у наших чувств счастья и что делать когда три варианта первый вариант обвинять судьбу второй вариант трудиться на ней на и третий вариант побеждать понимаете победа должна быть желание победы самого начала и начинается это с принятия судьбы хочу мороженое подхожу киоску вот она мороженое денег не хватает первый вариант принятия принятия судьбы я хочу мороженое ну ничего страшного придет время я буду кушать мороженое второй вариант побежу деньгами скажу по труд и третий вариант хочу все время дороже и дороже сколько можно мучить продавца думать такой вариант есть да вы думаете есть я вам сейчас расскажу историю про свою молодость вам сколько лет но я был тогда помоложе история такая я я изучал что такое чувства и как они действуют на судьбу как они связаны с памятью изучал это с помощью поста то есть мне было 17 лет я был юн и полон веры свои возможности я учился голодать начитался порь брега и учился голодать сначала постился один день потом по два дня потом по три дня и я пытался контролировать свои чувства чувство голода ну то есть не есть и смотреть наблюдать за собой что со мной произойдет это время как я смогу справиться или нет вот и дошло до того а я похож на слабака такого человека слабенького потурка похож не не похож на спасибо вам и так дошло до того что я помнил о идее день и ночь я даже сплю и вижу перед собой разные там картошечки летают перед глазами во сне мать а у меня мать она как-то думать сколько раз первое место занимала в соревнованиях по приготовлению пищи районных соревнований нет она занимала семь раз первое место и два раза второе вот и антон то есть ну представьте как готовит если она вот занимала первые места по приготовлению пищи на повар у меня и не просто повара вот такой квалификации высокой и я же ничего не ем а мне все снятся острова я уже не могу не спать все все время разные блюда которые мамочка готовит летают перед глазами потом заняты чего дошло я закажу на кухню ем потом захожу в туалет два пальца в рот вырываю это потом опять на кухню потом 5 туалет и потом я сел на диванчик подумать кто победил я или чувство как вы думаете какой результат у меня был в голове вы ошибаетесь результат был такой я понял что так чувство победить невозможно таким способом как вы сказали нет не хочу мороженое ну ладно мороженое бог с ним но есть же посильнее чувство моя любовь на пятом этаже почти где луна моя любовь наверно спит уже спокойного сна а такое чувство сможете не хочу любовь можете так нет хочу любовь не хочу любовь ну-ка слабо ну-ка давайте попробуем чем молчите вы же крутой как позовутся бывает разная белые синие красные как позовутся антон вы настоящий мужчина мужчина всегда понимает через события бог вам обязательно покажут даст вам знание что чувство сильнее человека право сильнее чувство это фа это фа но разум становится сильнее чувств только в том случае если мы оцениваем силу противника правильно если мы понимаем что противник сильный мощный я слабее его тогда мы начинаем думать как же его победить и вот тогда человек понимает что чувствами справишься с помощью и все есть способ нужно то же самое чувство наполнить больше энергии части для того чтобы отвязаться от маринки нужна Иринка которая красивее чем Маринка понимаете если вы чувствуете что счастье больше от чего то вы можете отвязаться от меньшего счастья только так и так и поэтому когда человек привязывается к богу от него больше всего счастья идет тогда он успокаивается по поводу всего остального не то что я просто и мороженое понимаете он же не просто так мороженое требует потому что эта энергия счастья нужна для каких-то функций то есть это не просто так понимаете это все уже запрограммировано зачем мне это надо но если я соединяюсь с другим источником счастья более высоким тогда эта программа отлетает организм говорит хорошо согласен все нормально меня это устраивает волевое решение означает конденсатор допустим я пащусь и худею конечно давайте микрофончик сейчас мы будем с ней общаться да молодец молодец как раз зовут марина правильно мариночка да все правильно все правильно да вы знаете что такое чувственная память что это такое чувственная память помните я говорил что и днем и ночью я постоянно думал о идее нет ошибаюсь а вот во имя чего-то это уже другое мое хорошее вы слушаете теперь они говорите потому что вы не поняли меня задали вопрос не поняв о чем я говорю вот теперь слушайте вам же понимать сюда пришли они настаивают на своем так слушать ты права конечно войне чего-то означает более высокий вкус к счастью то о чем я вам и говорю я говорю что есть способ победить свои чувства для этого нужно иметь более высокое чувство более высокое более светлое возвышенное поэтому люди даже человек может любиться в девушку но если он любит бога то он идет в монастырь несмотря на то что он кому-то привязан понимаете то есть есть более высокое чувство например человек любит родину очень сильно любит родину как допустим этот который на абразуру то бросился как его александр матросов да александр матросов он родину любил больше чем свою жизнь это реально факт это факт что можно родину и родины более высокий вкус чем даже к своей собственной жизни более светлый вкус к родине у человека чем к своей жизни и поэтому он отдал свою жизнь во имя родины промчался он промчался он звездой горящий охваченный огнем чтоб мяши неба было ясным навсегда остался в нем знаете люди просто так это не делают они не отказываются своей жизни просто так боя и чего-то можно просто так это безумие человек не может отказаться от чего-то ценного просто так только когда есть более высокий вкус это возможно но некоторые люди отказываются просто так от чего-то тогда включается память чувственная например человек взял напрягся сильно и лишился жизни просто так когда он оставляет тело выходит из тела дальше включается чувственная память которая говорит ему дурак зачем ты это сделал ты зачем это сделал ты потерял свою жизнь или человек допустим просто так решил проэкспериментировать и бросил любимого человека вот любил сильно человека это же чувство и бросил а потом чувствуя память включается и говорит ты дура ты же хорошего человека бросил зачем ты это сделал вы просто упрямое все вы просто упрямое и все все давайте назвать микрофончик я с вами спорить не буду все равно вас не переспоришь это невозможно ну ладно ладно все нормально вы должны сами все понять свою жизнь я не буду вас заставлять понять то что вам надо понять хороший человек появится богом бросать его нехорошо нужно учиться это все понимать а понимать это все самому невозможно для этого нужно учиться связываться с высшей силой и богом для того чтобы все это понять и тогда когда мы это понимаем одиночество заканчивается потому что любое испытание дается для понимания когда человек осознает зачем ему все это дано он получает другого человека получает как вариант ну как как потому что мы живем только для зная если мы что-то сделали не так мы должны раскаяться осознать в этом во всем разобраться а потом дальше уже бог дает следующий вариант будет возможность уже дальше жить пока я упрямлюсь пока я говорю нет я правильно поступил пожалуйста можешь упрямиться дальше но возможности счастья уже не будет бог же не просто так соединяет людей вместе это он соединяет не я нашла себе мужика а он вам нашел и он же держит вас вместе а если вы рубанули его то вы кого рубанули бога который вас держит вместе ведь уйти очень трудно человек это нужно силами вот об этом и речь нет нельзя движемся вперед мы же вперед идем мы наша цель понять да наша цель понять не завязаться на одном вопросе вот бросаем не бросаем у нас не лекция по семейным отношениям нас лекция по молитве и обязательно дам возможность задать вопрос чуть по коже мой хороший сейчас вам надо вот так дышать вдохнуть выдохнуть чтобы успокоить свои чувства ведь и внутри тебя она сейчас олицетворяет желание не осуществлены я сейчас ее специально задержал чтобы она осуществляла не осуществленное желание видите как трудно да ты уже хотела задать вопрос они дают трудно осадочек останется останется обязательно чувственная память останется обязательно в вашем сердце если вы не сможете со мной поговорить вы сможете но чуть попозже контролировать свои чувства можно контролировать свои чувства можно но не долго и так движемся вперед видите есть ум это психическая структура в которой находится человек в нем находится настроение характер мысли в уме находятся в нашем он связано со всеми органами и системе психическими каналами уме находится 5 чувств все они находятся кроме одного чувства осязания по всему телу остальные четыре чувства находятся в голове через голову ум познает этот мир через сердце любит этот мир сердце это место которое связано со всеми людьми с которыми я моя судьба связано центр судьбы находится в сердце там же находится и способность победить судьбу способность победить судьбу связано солнцем или с богом веды сравнивают бога солнцем это что солнце это бог нет сравнение такое сравнение чтоб людям было понятнее что есть высшая истина есть высший свет есть высшее счастье если солнце наполняет цветом землю то бог наполняет цветом сердце когда сердце светом наполнено вся судьба озаряется человек не чувствует что что-то может быть не лишено в его жизнь спроси у жизни строгой какой ты дорогой куда по свету белом правится с утра иди за солнцем следом хоть этот путь не иди бутыл всегда и ругают добра понятно системы или не понятно и так человек должен соединиться с той силой которая победит его судьбу но мы очень упрямые и все время действуем своими силами истощаем эти силы не страдая потом мне тяжело а тяжело просто от того что неправильное действие совершается не то действие который дает победу и все не надо самой думать о том что происходит садись молитвы и вспоминай решая проблемы с помощью того источника который даст возможность победить не из расхода себя зря и так что такое самоконтроль самоконтроль бывает двух типов первый тип временно ограбить себя от проблем времени потому что чувство имеет чувственную память они всегда как и все равно ты потом замучили второй тип самоконтроля не временный а постоянным так как все равно проблема только одна что нам не хватает энергии счастья поэтому если ты откуда-то не должен получать энергию счастья как один мужчина мне очень возвышенную всю жизнь духовной практикой занимается говорит Олег Геннадьевич тянет к другим женщинам при жене прям не говорю они возвышенная жена такая тоже в молитве живет говорит вот тянет к другим теткам меня что-нибудь подскажите я говорю ну что подумаешь тянет ничего страшного ну а дальше молиться просто нужно заполнять себя той силой которая заменит эту человек тянет к энергии любви человек не может жить без любви не хватает любви тянет кому-то на сторону это нормально не хватает любви просто но если ты начинаешь молитву ты наполняешься более высоким источником любви и тебя запускает тебе легче становится ты уже не будешь здесь совершать тот поступок который бог не хочет что ты совершал он же тебя соединил с одним человеком жить зачем разрушать эту связь таким образом надо понять вот эту истину она заключается в том что настоящий самоконтроль возможен если мы замещаем проблему правильным решением нам нужна энергия счастья если с какой-то стороны мы не можем ее получать неправильно не положено не хорошо то можно получить же с другой и и больше становится энергии счастья в этом случае более качественно она становится лучше и человек отпускается все не хочу это же проблема тянет и тянет хочет человек куда-то его тянет все время могу весь мир я обойти чтобы найти кого-то понятно если она одна там это хорошо же в эти весь мир найти кого-то а есть уже муж ряда зачем искать кого-то в это время тоже неправильно и так что такое самоконтроль есть два вида самоконтроля один самоконтроль это не пойду к подружке буду женой жить хорошо хороший поступок супер но временем потому что все равно завтра опять как они на вещать и что не дал сердце тебе не хватает энергичать ее видал сервис ты просто себя закрутил это на время некоторые думают вот очень сильный парень сто процентов я не сомневаюсь ну честно не сомневаюсь крепкий а вот когда был помоложе я такой же как вы бы все смогу я клятвы не нарушу своим дыханием землю обогрею ты только прикажи я не струшу товарищ время все классно молодой конь он скачет вперед тогда 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 усталость забыто а старый конь он борозды не портит понимает у меня теперь есть знание я знаю как правильно делать самоконтроль это хорошо но лучше себя связать с источником света и тогда просто все расслабляется до свидания необходимость все проблема решается полностью итак ум с помощью разума решает проблему что значит связать себя источником света это значит что нужно использовать не просто какие-то внешние формальные вещи а надо использовать разум разум может действовать двумя способами он может запрещать запрещать и может соединять вот эта запретительная функция временная потому что он упрямый как барана все равно свое добьется вот он добивается своего тоже ему надо понять ему нужно кормить тело энергией счастья как представитель толпоза приходит допустим в администрацию будет понимать или создать надо давать и деньги не создать землю надо засаживать пшеницей вы же с вами потом просите урожая давайте деньги ну ладно все дает понимаете он приходит потому что надо сажать так и ум тоже просит давайте счастье телу нужна энергия счастья он не может жить без счастья печень уже отваливается сердце как бы уже от отваливается все патроны кончились больше нет гранат на нас живым их осталось только серийных солдат понимаете ну то есть надо что-то делать так требует счастья разум говорит хорошо все я понял ищи счастье и большинство людей они примитивно очень ищи счастье они думают ну вот надо счастье в покое надо чтобы чуть спокойнее жизнь была вот ну и счастье все это означает надо домик построить и зарплата чтобы хорошая была жена дети там все нормально все спокойно все значит счастье все вы понимаете цель жизни человека не в этом заключается она заключается в том чтобы с более высоким энергии счастья соединить нашу жизнь потому что все равно хоть есть у тебя жена дети хоть нет приходит время и люди страдают ребенок заболел жена в аварию попала еще что-то произошло где ты будешь силы брать домик тебе не даст эти силы работа тоже не даст иди беги на работу кто тебе поможет успокоиться когда жена в реанимации лежит никто не поможет понимаете нужны силы оттуда откуда они приходят а эти силы приходят от высшего источника счастья надо открыть все двери полностью открыть все двери зале не хватает воздуха пожалуйста организаторы вот все что вы видите открываем все что видно открываем пожалуйста если есть какие-то двери мы все открываем нам нужен воздух никто не хотел умирать давайте сверху вот пожалуйста открываем пошла да видите какие мы зависимый воздуха нет все слушать уже лекцию не можем хорошо стало лучше же вам интересно не зря пришли все нормально выходной же есть ум который хочет счастье есть разум который дает уму счастье через веру если человек верить в дом у него выходной он не счастье получает едет строить дом дом чуть-чуть построил чуть повыше классно это хорошо это надо нам нужна такая вера обязательно предисточку веришь раз выходной все начало все расти пошла посадила . растет помидорчики растут ну понимаете может мороз в июне ударе помидорчик капуста . а люди надеюсь не каркайте не каркайте веру не разрушайте моё вот а я не разрушаю обязательно редисочка вырастет но я просто объясняю ситуацию что наши жизни мы не гарантированно от этих всех источников счастья рубль стал дешевле домик уже строить не сможешь потому что все деньги идут на еду и ты печалишься стеночки же не растут раз месяц не поднимаются уже все ты не можешь уже дальше его строить почему потому что так действует судьба иногда мы можем получать земное счастье наше земное счастье а иногда не можем и на этом основать свою жизнь не надо потому что будет депресняк но если человек своим главным источником счастья считает бога у него есть краник хороший у него есть силы он чувствует святость берет у него есть хороший источник света лампочка загорается хорошо тогда у него изгорают и побеждать судьбу но для этого нужно еще знание вот женщина не знает она не знает что мужа можно вернуть через вот это действие она уже слышала мои лекции но до нее не доходило до конца она не чувствовала что сейчас еще немного еще чуть-чуть последний бой мой трудный самый вот до воды осталось чуть-чуть она не чувствовала этого просто 20 минут поболелся чуть легче все пошло а он как не возвращается так это же ваша судьба это ваша судьба это не то что он не возвращается это просто вы не проделали работу в своем сердце вот когда в сердце легкость и счастье и все нормально и щечки розовыми становится и вот так это значит что все заработала система а потом ждите как все это внешне и вы увидите как жизнь работает вот эта жизнь настоящая жизнь когда человек побеждает как она работает вы увидите